Ежедневно в круглосуточном режиме сотрудники Центра оперативного управления Департамента полиции получают на горячую линию 102 более 700 звонков о преступлениях и происшествиях. Как современные технологии, камеры наблюдения помогают стражам порядка обеспечивать безопасность. Сегодня на один день я перевоплотился в сотрудника полиции и поработаю в Центре оперативного управления. Первым делом оператором горячей линии 102. Полиция Баранша, Тандап Турмс. Какой? Да, да. Какой у вас адрес? Что у вас случилось? Муж не большинство в алкогольном опьянении. Он с вами в одной квартире находится. Ваше имя, фамилия? Все, ожидайте, полиция к вам направилась. Спасибо. После полученного сигнала от человека полиция должна прибыть на место правонарушения в течение 5-7 минут. Семейный вызов считается срочным. В день Центр принимает 700-800 звонков. Из них регистрируется в базе данных более 300 обращений. В основном это мелкие правонарушения, распитие спиртных напитков в общественном месте и нарушение тишины. Контролирует время реагирования и прибытия сотрудников на поступившие вызовы инспектор дежурный навигатор. Также в его задачи входит формирование и распространение ориентировок подозреваемого. За совершение кражи в городе Павлодар необходимо задержать парня азиатской внешности. 20-25 лет. Худощавое телосложение. Рост 170-175 сантиметров. Был одет в синюю куртку с капюшоном. Черное трико на ногах белой кроссовки. Как приняли? 6-5-3 принял. 7-3 принял. 6-2-3 принял. 6-4 принял. 7-2-3 принял. Следующая важная работа в Центре оперативного управления – это инспекторы видеонаблюдения. Они по камерам в городе выявляют различные правонарушения. Это появление в общественных местах в нетрезвом состоянии, нарушение правил дорожного движения и раскрытие преступлений по горячим следам. Мы на короткое время стали этим сотрудником. Центр использует возможности видеонаблюдения с целью непрерывного круглосуточного сбора и анализа информации об оперативной обстановке на территории города. Всего в Павлодаре 117 камер, благодаря которым с начала года было раскрыто 6 преступлений по горячим следам. И выявлено 1323 административных правонарушения. Основная доля – это нарушения дорожной безопасности. Почти 600 фактов. 6-53 ТАО. 6-53, на тёде. К вам направляется Тойота Ланкрузер белого цвета. Необходимо задержать. Я оборудоваю. Руководит всем процессом работы старший инспектор группы управления силами и средствами. Они смотрят по характеру вызова и назначают необходимую следственно-оперативную группу. Всего в областном центре 16 патрульных участков. Из них 12 в городе и 4 в прибрежных сёлах. На постоянном контроле безопасности задействовано более 40 автопатрулей. «Вега-125 ТАО». «Вега-125 ТАО, срочно проедьте на Осипенко 8, дробь 3. Подъезд 3. Конфликт с соседкой. Как приняли?» «Ясно принял. Направился». Стоит отметить, что с каждым годом деятельность центра оперативного управления совершенствуется, а его технологии модернизируются. На данный момент уже запланировано увеличение количества камер в городе. Ермек Сапаров, Медед Карим, Ертис Акпарат.